Врач рассказал о несуществующем диагнозе, в который верили украинцы, еще со времен СССР. Многие украинцы очевидно часто слышали такой диагноз, как вегетососудистая дистония или как ее еще называют нейроциркуляторная. В нашей стране очень часто врачи озвучивают пациенту именно такое словосочетание. В международной классификации хвороб такая болезнь просто отсутствует. Об этом рассказал врач-невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрипник. Когда ставят такой диагноз? Когда пациенты приходят к врачу и жалуются на общую слабость, головокружение, головные боли, потливость, сердцебиение, неприятное ощущение в области груди, колебания, ад, пониженное давление, ощущение тревоги, нарушение концентрации внимания и т. Д. Врач направляет человека на обследование, анализ крови, обследование щитовидной железы, ЭКГ и тому подобное. В итоге после обследований нарушений органов не выявляют и устанавливают вышеупомянутые диагнозы. Когда начали ставить такие диагнозы? Диагнозы ВСД и НТ отсутствуют в Международной классификации болезней МКБ, эти диагнозы были введены в СССР в 50-х годах и в начале 90-х признаны устаревшими и не соответствующими МКБ. Эти диагнозы должны были исчезнуть, но врачи и пациенты так привыкли к ним, что и сегодня они устанавливаются. Отмечает медик. Какие препараты назначают? После озвучивания несуществующего диагноза пациенту назначается куча ненужных неэффективных лекарств, ноотропов, витаминов сосудистых. Травки, муравки, кротал и корвелис и другие. Наиболее по симптоматике несуществующие диагнозы ВСД или НТ, соответствуют самотоформной вегетативной дисфункции F45,3 и лечатся психиатрами и психотерапевтами. Напомним, что врач назвал причины участившихся инсультов у молодых украинцев.